Демидовы кафтаны Кому на той стороне на рудниках да приисках мытариться доводилось Тот небось не раз на том озере бывал Близк тут И рыбешки в том озере полным-полно Который и вовсе не рыболов А праздничным делом, глядишь, бежит наиткуль Хоть разок в неделю думает Ушиться похлебаю На приисках-то ведь еда известная Скучают люди по доброму приварку Ну, кому золотая жужелка нечаянно в карман залетела Тому тоже наиткуль дорога Это озеро, вишь, не в нашей заводской даче У здешнего начальства тут уж сила не берет И деревнешечки при озере есть Башкирские деревнешечки Бедные А все-таки того-другого достать можно Ежели у кого гулянка случится Вина-то, меска и проча Про рыбу не говоря Одно плохо Стряпать по русскому обычаю непривычно Ну да это старателю полбеды Ему бы хлебнуть было Зато место тут для гулянки-то лучше не надо В нашей-то заводской даче свои озерки есть Да что у них? Стоялая вода в низменном месте Берега резуном затянула Не подойдешь Аиткуль озера На высоком местечке пришлось Берега песок да камень Сухим сухонький А кругом сосна жаровая Как свечки поставлены Глядеть люба Вода как стеклышко Все камни над ней сосчитай Только скоростна маленько Как вот ровно мясо в ней полоскали Дно вишь песок мясника К нему этак и отливает Будто озеро Иткулем прозывается от того По башкирскому говядину зовут Ит А куль по-ихнему озеро Вот и вышло Мясо озера Иткуль Другие опять говорят Будто первый, кто людей на это озеро привел Похвалялся Эх, вон сколько тут живности в воде-то Все озеро мясом набито А еще про это пресказулька сложено Наши старики сказывали Они, вишь, ранят, как чугунки не было Медь железа на Чусовую реку возили И тамошние дела до тонкости знали И про это наслышались Причинку тут на Демидовых кладут Не на тагильских, а на тех Кои шайтанский завод на Касле строили Этого же колена Демидовы Только хозяйство у них разное Поэтому и загвоздка Вишь, как вышло Царь отдал Демидову в здешних местах Казенный завод И земли отвел Строй, дескать, сколько сможешь Демидов и послал в наши места сына Акинтия Акинтия и начал тут поворачивать Заводы строить Шуралу, там, быльки Оба-то гила и прочее Старик Демидов и сам в наши края перебрался Только он, сказывает, больше по заводскому действию старался А этот Акинтий все строил и достроил Десят поди два заводов-то настроил К нашим сессерским заводам Из Акинтиевых ближе всех ревда подоткнулся Вот из-за этой вот самой ревды Как она еще строилась, узелок-то и завязался Разбогател Акинтия и Демидов дальше некуда Руда, видишь, тут добрая Лес под боком За работу платил, только бы не умер человек Как не разбогатеть? А у старика Демидова, окромя Акинтия, были и другие сыновья Тоже заводчики, только не по здешним местам У одного из этих сыновей Никита и его тоже, как и старика, звали Брынский завод был Ну и другие какие-то Тоже сильно богатый был Только где ж против Акинтия? Вот этот брынский заводчик, Никита И удумал податься в наши же места Братское, дескать, дело Отведет мне Акинтии местечко А сам уж давно облюбовал Где теперь ревда завод стоит Тут на Волчихе, да и по другим горам И руду обыскал Ну только Акинтий Сразу братцу любезному оглобли заворотил У моего-то кармана братьев нету Сам на том месте завод строить буду А Никите неохота попуститься Еще покойный родитель мне про то место говоривал Обещал, можно сказать Акинтий, знай, посмеивается На мертвого-то что хошь скажи А только родитель покойничек не дурак был Чтоб это такое место, с которого весь сплав по реке Начинается из своих рук выпускать Ну тогда Никита видит, не идет дело Суд завел с Акинтием из-за рудников Дескать, я обыскал А он собирается завод строить Да где ж с Акинтием тягаться Калицарь с ним за ручку Только и высудил Никита Что ему разрешили теми рудниками пользоваться Если где-нибудь близко завод поставит А где его поставишь Кали земля кругом обрезана Тут, слышка, еще такая штука вышла С левого-то берега к Чусовой реке Строгановские земли подошли Строгановы раньше железными заводами Не от силы занимались А тут им приспичило На Акинтиевы богатство глядючи Как раз недалеко от тех мест Белембай завод строили С Акинтием тоже суд завели Дескать, ревдата на Строгановской земле приходится Ну, Никита видит при таком деле Ему Строганова Ему земли ни за что не добыть Стал искать на правом берегу Чусовой А там, слышка, в диком месте Шайтан-лагу Деревнешечка башкирская стояла И она как-то еще никому из заботчиков Не отдана была Вот Никита и подсыпался к этим башкирам Давай их улещать Отдайте мне это место Я тут завод поставлю А вас своим коштом перевезу Когда выберете Избы новые поставлю Денег дам на обзаведение Старикам каждый год По красному кафтану К праздникам мясо у вас будет Ешь не хочу А то какие вы жители Мясо-то у вас когда быват Деревнешечка и верно Шибко бедная была Пряменько сказать На одной кобыле По три семьи ездила Только тем и питались Что в речках добудут Все рыба да рыба Ну их потянуло на мяско Старикам тоже охота В красных кафтанах погулять Так и сладилось И бумаги припечатали Стал на том месте В Шайтан-Лагу Демидов строить завод А Башкир Перевез на дальнее озеро Чуть не заставешь От старого жилья Не всех конечно перевез Помоложе то у себя оставил На рудниках работаем дал Молодому известно На людях охота пожить Сперва все как по маслу катилось Рыбой на новом месте Башкиры довольнехоньки К праздникам им От Демидова мясо привозят Камины, баранины Кафтаны Тоже каждый год выдают Все как вырежено Видишь, завод-то Строил не сам Никита А его сын Василий Оттого будто Шайтанку И зовут еще Васильевским Этот Василий Тогда Слышка Молодой был Злостью До хитрости Еще не настоялся Он и выполнял Все по уговору Ну и то сказать Велико ли дело Для Демидовых Сколько-то вазов Канины Да баранины Отправить Только вот приехал На завод Сам Никита А у него Сказывают В ту пору Жена сбежала Денег Много утащила А больше того Долгов оставила Заплати Муженек Любезный А жить с тобою Я не согласна Ну Никита И лютовал По этому случаю И Подковыривался Ко всякому месту Увидел Что башкирам Мясо направляют Зверем На сына Накинулся Ты что это По материной дорожке Знать собираешься Мастерица была Моты мотать Добро разбазаривать Сын говорит Что ты батюшка Из-за пустяков Себя расстраиваешь Я ведь негодных Лошадей режу Чем нападинник Вести Так мы им в гостинцы Много Если двух Трех баранов Подкину Старик Не унимается Тому барана Другому барана Сам с чем Останешься Тогда Василий Напомнил Дескать Уговор Такой был На всякий уговор Ум иметь надо А у тебя Башка песком набита Потом Велел позвать Своего подручного Да и сказал ему Как надо сделать Подручный Конечно Рад стараться Таких-то ведь Хлебом не корми Только бы Людям Какую не наесть Изделку Подстроить Слушаю Никит Никитич Говорит Приказчик Будьте Бессумления В лучшем виде Устроим Угостим так Что внукам закажут Как на Демидовске Гостинце Рот разевать Вот Ладно Снарядился Этот Демидовский Подручный С вазами В дорогу Человек Пяток Объездных С собой Прихватил С ружьями Дорога День и ближняя Мало ли Что может Случиться Приезжают Туда А башкиры Их уже ждут Обрадовались Старики Ай Хорош Демид Як шиба И спасибо Ему Спасибо Велят Котлы Под мясо Готовить Только Раскрывают Рогожей А там Свинина Цельными Тушами Свиньи Лежат И пятачки Свою Ставили Старики Конечно В сторону Ай-яй Дунгиз И те Наш закон Ашат Не велит Ошибку Демид Сдавал Ай-яй-яй-яй Но Какая Ошибка Колесо Сдевка Сделана Подручный Знай Покрикивает Привезено Ешь Какой разговор Об этом Мясо Хорошее Если Такого Не примете Давайте Бумагу Хозяину С отказом На предбудущее Время Тут Руднишные Башкиры Случились На побывку Видно К своим Пришли Эти Руднишные Около Русских То уж Пообтесались Руднишному Где разбирать Какой кусок В хлебове Попался Свинина Ли Канина Ли Лишь бы Червей Поменьше Ну Видят Тут Подстроено Ввязались В это дело Шире Дали К драке Ближе Подручный Демидовский Ружьями Пригрожать Стал А те Не отстают На них Гляди И другие Осмелели За колья До топоры Взяли С телеги Окружили Подручный Видит Дело Плохо Велел Поворачивать С вазами Башкиры Еще Покричали Все-таки Выпустили А подручный Отъехал Маленько И велел Свинину На куски Рубить Да в озеро Кидать Башкиры Видят На зловоду Поганят Толпой За ними Кинулись А подручный Демидовский Стрелять Велел Правильно Или нет Только Все-таки Башкиры Одну телегу Захватили И людей Сколько-то Давай Их Бить С концом Конечно Потому что Растервенился Народ А подручный Успел Убежать Ну Дальше Известно Суд Да Кнут Приехало К башкирам Начальство И давай В первую голову Руднишных Искать Только Их Нигде Не оказалось И Семейные От них Отперлись Вовсе Не здешние Были Тогда Стариков Увезли Которые От Демидова Кафтаны Получали Этих Стариков И судили Как за бунт И присудили У озера На том самом месте Где драка была Кнутьями бить Били Конечно Нещадно Спина В крощ И мясо Клочьями А тот Сукин Сын Который Драку Подстроил Тут же Перед всем народом Похваляется Помните Подручник Подручник Потерялся Искали Искали Найти не могли Потом Демидову Записку Подбросили Русскими Буквами Написано Оказался Где на Иткульском Шайтан Камни Какой-то Человек В красном Кафтане Ни с кем Не разговаривает А по всему Видать Из ваших Послал Демидов Поглядеть Что за штука На озере Камень Тычком Из воды Высунулся Большой Камень Далеко Его видно Вот На этом Шайтан Камне И оказался Какой-то Человек Стоит Ровно Живой Руки Растопырил Одежда На нем Красным Отливает Подъехали Демидовские Доглядчики К камню Глядят А этот Мертвый Подручный Так У него Вся кожа От шеи До коленок Содрана И ему же К шее И привязана С той поры Вот будто Озеро Иткулем И прозывается Пострадала Конечно Деревнешечка Иных в тюрьме Сгноили Кого Забили Кого В Нерчинск На вечную Каторгу Сослали Ну а Оставшийся Народ Вовсе Изверился В Демидове И во всех Заводчиках Только о том И думали Как бы Чем заводом Насолить Когда Пугачев Подымался Так эти Иткульские Из первых К нему Преклонились Даром Что деревня Махонькая В глухом Месте Стоит Но живо Дознались Наш-то Барин В ту пору Говорят Только и Наказывал Берегись Иткульских За Иткульскими Гляди Самый-то Отчаянный Народ И заводом Первые Ненавистники А когда Опять Ворчать Примется Тоже Видно И в Демидовых Дураки Водятся Гляди-ка До чего Народишко Растервенили Не подойдешь К нему А из-за Чего Корыста Какая Палых Лошадей Жалко Стала Смекалка Тоже Стыд В люди Сказать Сам-то Вот этот Барин Куда Хитрее Был Этот Небось За палую Лошадь Вязаться Бо Не стал По-другому С народом Обходиться Умел Не Углядишь С какой Стороны Подъедет Прямо Сказать Петля Из Купцов Вышел К мошенству Стало быть С малых Лет Навык Вот Этому Барину Видно И казалось Дивом Что Демидовы Не смогли Маленькую Башкирскую Деревнешечку Круг Пальца Обвести Из-за этих Барских Разговоров Сказывают Потом Большая Рассорка С ревдинским Начальством Случилось Не раз Оно Наших Водой Прижимало Это Когда Караван Спустить По Часовой Приходилось Только Это Уж Другой Разговор Пошел А Эткульцы Точно Самые Заядлые Супротивники Заводским Барином В те Годы Были Точно Как Уж Пугачева Дело По другим Местам Вовсе На нет Сошло В этой Деревнешечке Его не Забывали Нет Нет Оттуда И выбежат Человек Пяток Десяток На лошаденках Конечно А дорога Десяток 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 На дороге Поймают Не Пощадят Случалось И по домам Тревожили Десяток Десяток Десяток